Мы предоставляем безвозмездно нашу площадку для тренировочного процесса. А со своей стороны наши спасатели периодически обучают наших сотрудников спасению на воде и оказанию первой медицинской помощи. Единый водолазный день – совместные учения лесосибирских и енисейских спасателей. Крест, она должна быть свободной. Они должны понимать, что они могут и говорить о том, что есть такие проблемы, которые где-то бывают не просто замалчат, а про которые, может быть, бывают просто и не знают. Огням Сибири 75 – юбилей одного из самых популярных печатных изданий Шарыповского района. Для меня вызвало трудность, что на втором курсе мы получаем практику в работе с личным составом и как на практике это гораздо сложнее, чем кажется – командовать и руководить людьми. Жизнь в казармах и строгая дисциплина – как стать курсантом военного вуза. Ледовая переправа Новоселова у Лозы официально открыта. Это единственная дорога, которая в зимнее время соединяет села правобережной стороны с районным центром. Произведено более 20 замеров толщины льда. По правилам максимальная – 53 сантиметра, минимальная – 32. Сейчас на переправе оборудованы два направления. Выставлены все необходимые знаки и вешки. Задача, как и прежде, у нас обеспечивать круглогодичный проезд по ледовой переправе. То есть ничего нового абсолютно. Все те же задачи. Весь комплекс работ, который у нас и был в прежние годы, то есть все сохраняется. Все в рамках, которые предусмотрены контрактом и нормативными документами. Согласно приказу МЧС, на весь период ледостава с его становления до начала таяния введена профилактическая акция «Безопасный лед», цель которой – максимально снизить опасность чрезвычайных ситуаций на льду. В основном это разъяснительная работа среди наших самых дорогих детей в школах, в организациях, на базах отдыха, где прилегают к водохранилищу и находятся на территории, на берегу рек. Также это патрулирование, то есть путем выезда на лед на суднах на воздушной подушке вместе со спасателями. Также разъяснительная работа среди рыбаков. Объясняем, как правильно вести себя на льду, то есть во время провала, как правильно оказать помощь терпящему бедствию человеку. То есть в основном это профилактическое мероприятие. Руководитель Девногорского инспекторского участка ГИМС Владимир Белый напоминает, что за выход на лед в неустановленном месте предусмотрен штраф от 500 до 1 тысяч рублей. Акция «Безопасный лед» проходит в несколько этапов. Очередной стартует 22 января. Жители территории, расположенных на правобережной стороне Новоселовского района, могут перемещаться по льду не только посредством катера. На воздушной подушке, который курсирует всю зиму, но и на легковых автомобилях, тоннаж которых не превышает двух тонн. Движение транспорта большей массы будет разрешено, если в ходе очередного обследования льда зафиксируют увеличение его толщины. В этой груди снежных камней трудно узнать сказочных героев. То, что создавалось в течение нескольких недель, разрушили за считанные минуты. Расстроенные родители с трудом подбирают слова, чтобы дать оценку поступку вандалов. Это была шипокляк. Даже крыски досталось. Крыску задушили бедную. Я говорю, это какое зверство должно быть, чтобы это разломать все полностью. То есть отрывали голову. Это видно, что это делалось. Прям со злостью, с какой-то руки. Все вот это все повырвали. Вот у всех. То есть вот из всех фигур всем все. Вот отломали ручки, ножки, головы. В 30-м детском саду пострадали больше половины участков. Одни больше, другие меньше. Досталось даже горкам. Сломаны ступени, борта. Яркие снежные скульптуры остались только на фотографиях. По ним видно, как детально и кропотливо проработаны фигуры героев произведений Успенского. Его творчеству был посвящен проект детского сада. На каждом участке свой снежный городок и своя тематика. Участие в создании этих городков принимали не только родители, но и дети и воспитатели. Таким образом, детский сад планировал заявиться для участия в зимнем конкурсе снежных городков. Но вот сейчас воспитатели пытаются восстановить те фигуры, которые уцелели. Приемка участков в рамках городского конкурса «Зимняя планета детства» состоится уже во вторник. От участия детский сад отказываться не стал, но очевидно, жюри увидит далеко не все. Восстановить, я думаю, что мы за один день не успеем, потому что конкурс уже завтра. Скорее всего, придется просто это ликвидировать. Зачем детям на это смотреть? Они и так уже все это увидели. Дети, конечно, плакали с утра, увидели, потому что мы заходили на участок, видно же, что все поломано. И как мы будем кататься, то есть дети вообще в шоке. На родители очень много сил затратили. Как уже было сказано, и мерзли, и где-то там, как бы все же работают. И вечерами, и выходные приходили, участвовали все в этом. Много времени и сил затрачено. Ну и дети, конечно, расстроены больше всего, потому что это для них делось. Похожая картина и в двух других дошкольных учреждениях, расположенных по соседству – 28 и 29. Детские сады оборудованы камерами, часть из них наблюдает за участками. В 30-м детском саду виновники погрома попали в объектив. В субботу в 10 часов вечера два молодых человека зашли на территорию сада и за пять минут разломали постройки на участках, били руками и ногами. Руководство детского сада с заявлением обратилось в полицию. Сотрудники полиции выехали на место, засвидетельствовали разрушение семи снежных фигур, изъяли видео, провели опрос. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все наружные наряды полиции ориентированы в вечернее время обращать особое внимание на сохранность ледяных и снежных скульптур на территории города. Кроме того, администрации детского сада рекомендовано провести внутреннее расследование, почему сторож, который охраняет в вечернее и ночное время территорию, не обратил внимания на вандалов. В бассейне физкультурно-спортивного центра Енисей лесосибирские и енисейские спасатели проводят совместные учения. Водолазы отрабатывают навыки погружения и помощи пострадавшим. Такие тренировки проводятся еженедельно в так называемый «Единый водолазный день». Обычно спуски под воду проводятся непосредственно на реке. Зимой для этого в толще льда прорубают майны. Однако сейчас Енисей нестабилен и профессиональную тренировку водолазы проводят в городском бассейне. Обстановка сложная на реке, ледостав не произошел как таковой. Поэтому река постоянно в движении и у нас тренировочные спуски происходят непосредственно в бассейне, как вы видите. Водолазы должны постоянно быть в физической форме. У них есть нормативы по спускам, как ежемесячные, так и годовые. И чтобы находиться постоянно, поддерживать свою форму, они занимаются тренировками. Учения проводят одновременно два подразделения краевого формирования «Спасатель». Это Лисосибирская спасательная станция и Енисейское поисково-спасательное отделение. В их штате в общей сложности 9 водолазов. Такие тренировки в межсезонье в спортивном центре Енисей проходят уже в течение трех лет. С момента открытия в Лисосибирске физкультурно-спортивного центра. Это достаточно эффективное сотрудничество в силу того, что мы предоставляем безвозмездно нашу площадку для тренировочного процесса. А со своей стороны наши спасатели периодически обучают наших сотрудников спасению на воде и оказанию первой медицинской помощи. Ну, наверное, сами понимаете, те и другие навыки крайне необходимы как для нашего учреждения, наших сотрудников, так и для сотрудников спасательной службы. Подъем в 6 утра, физическая зарядка до 7, затем идешь на завтрак. Шушенские школьники, чья мечта в скором будущем примерить форму курсантов военных училищ, встречаются в одной из аудиторий военного комиссариата со своими старшими товарищами, для которых эта мечта уже реальность. Учащиеся трех ведомственных учебных заведений силовых структур рассказывают о том, как проходят их первые курсантские годы. Для меня вызвало трудность, что на втором курсе мы получаем практику в работе с личным составом, и как на практике это гораздо сложнее, чем кажется, командовать и руководить людьми. Нужно принять необходимое, правильное, единственное правильное решение, потому что любой командир отвечает за своих подчиненных, за их жизни. Курсанты рассказывают школьникам о жизни в казармах, о необходимости соблюдать дисциплину и устав, о том, что присяга, данная на первом курсе, это не пустые слова. Буду специалистом в защите информации. По окончании попаду на флот, либо береговые части, там дальше посмотрим. Старшеклассники, среди которых есть и девушки, с интересом слушают будущих военных специалистов. Сегодня они могут больше узнать о том, как стать курсантом того или иного училища, какие дисциплины придется осваивать и с какими трудностями сталкиваться, ведь служба начинается с первого дня поступления. Такие встречи помогают школьникам утвердиться в своем желании начать военную карьеру, понять, что носить курсантские погоны – это не только почетно и красиво, но еще и очень нелегко и ответственно. Одно из самых популярных печатных изданий в Шарыповском районе отметило 75-летний юбилей. Газета «Огни Сибири» связывает воедино все районные территории. Корреспонденты пишут о людях, о жизни сел, отвечают на вопросы жителей. Раньше редакция занималась и издательской деятельностью. Многие начинали свою журналистскую карьеру именно с печатного издания «Огни Сибири». Сегодня газета по праву занимает лидирующие позиции в районе. Пресса, она должна быть свободной. Они должны понимать, что они могут и говорить о том, что есть такие проблемы, которые где-то бывают не просто замалчиваются, а про которые, может быть, бывают просто и не знают. И то, что вот такие возможности у прессы есть, их вскрыть, показать и работать вместе с населением, ну это здорово, это правильно. И мы вот относимся к прессе как к своим помощникам, как к своим коллегам, как к тем людям, которые нам помогают работать. Александр Комиссаренко почти полвека посвятил журналистике. Мужчина работал редактором газеты. Празднование юбилея печатного издания совпало и с 70-летием Александра Николаевича. Сейчас мужчина продолжает трудиться в сфере журналистики. Я с удовольствием смотрю краевые передачи, слушаю краевое радио, причем я ежедневно слушаю краевое радио, смотрю канал Енисей, новостной блог прежде всего. И я вижу, что есть талантливые ребята. Конечно, я особое предпочтение отдаю программам «Край без окраин». Редактор субтитров А.Семкин